Пожар бушевал в доме председателя садового общества накануне вечером. Пожарные тушили возгорание в течение долгих трех часов. Когда дым рассеялся, на полу и земле были обнаружены тела двух мужчин. Погибшими оказались 43-летний экс-председатель и 44-летний нынешний руководитель садового товарищества. Соседи утверждают, что между мужчинами первоначально были дружеские отношения. Но после того, как один из них занял место председателя и проанализировал бухгалтерию, с, мягко говоря, долгами, дружба разладилась. Выбрали нового председателя. Старый председатель обиделся. Доступа к деньгам ни к чему нету. Он обиделся. Друг его, значит, кинул. Он его подставил. И он потихонечку, он постоянно в гости приезжал. Перестал проходить. Думал, что-то полгода нет. Человека вообще видно было везде. Там, где он появлялся, горели усадьбы. А тут он исчез полгода. Я думаю, что-то будет. Так вот и получилось. В конфликт в воеводе были втянуты члены других СНТ. Люди не разделяли методы работы прежнего председателя. Вот я должен зимой к нему подойти, к ланец. Дорога нечищенная. Я если к нему пришел, заплатил рублей 500-600, он бы почистил мне дорогу. Потом он приезжал бы каждую неделю и просто за деньгами. Вот так. То есть, человек, только контактируешь с ним, все, он тебе просто сбор денег идет. Действительно, всем надоело дело и все. Как рассказывают следователи, бывший председатель пришел в дом потерпевшего и выстрелил в него из охотничьего ружья. Затем он поджег дом и застрелился в голову. Бывший председатель данного общества пришел днем. Они обедали. Он посмотрел, сказал, что придет попозже. Попозже пришел с ружьем и по непонятным причинам в упор выстрелил с председателя садового товарищества, после чего облил бензином дом, поджег и выстрелил с того же ружья себе в голову. Расследование уголовного дела продолжается. В следственном комитете изучают показания свидетеля по чистой случайности выжившего во время стрельбы в дачном доме. Устанавливается хозяин ружья и законность владения оружием. Елена Давыдова, Игорь Бероев, Новости дня.